В кафе есть панорамное окно. Разные виды минеральной воды. Это даже напоминает Петергоф. Донат помогает от ожирения. Дешевле пить донат, чем колоть аземпик. Добро пожаловать в Кисловодск. Я приветствую вас на моем канале Словенис Хельгавайт. Сегодня мы приехали в курортный город Рогашка-Слатина. В этом городе проживает всего лишь 11 тысяч человек. А славится этот город тем, что здесь производят самую знаменитую лечебную воду под названием Донат. А начнем мы нашу экскурсию с посещения новой достопримечательности этого города. Вот она находится за моей спиной. Это смотровая башня под названием Кристалл. Ее высота составляет 106 метров. Это самая высокая смотровая башня в Словении. И мы сейчас подойдем к ней и поднимемся на скоростном лифте на самый верх. Смотрите, мы идем по новому мосту. Под нами дорога. И обратите внимание, что здесь натянута сетка, чтобы никто случайно не упал и ничего случайно не кинул на дорогу. И здесь же люди уже начали на счастье, на удачу прицеплять замки. Посмотрите, какой замок очень красивый. Видимо, какая-то семья на счастье вот здесь его закрепила. Вот тоже интересные види сердца. Перед самой башней есть прокат велосипедов. Можно взять на прокат велосипед и на нем объехать весь город. Вот. Пойдемте купим билеты. Добрый день. Аллако просит всем на дружинскую стопницу. Билеты на семью стоили 30 евро. Смотрите, мы поднимаемся на скоростном лифте. Посмотрите, как он несется. Он поднимается наверх буквально за 20 секунд на 106 метров. Даже закладывает уши. Ой, посмотрите, там какой-то отель с бассейнами. Посмотрите, как красиво вокруг. Ой, невероятный вид открывается на рогашку с Латину. Холмы, красные крыши домов, бассейн с ярко-бирюзовой водой. В кафе есть панорамное окно. И подо мной 106 метров высоты стоишь, и голова кружится. Посмотрите, какой здесь прекрасный вид. Ну что, мы сели в кофейне на самом верху. Посмотрите, какие красивые тортики мы заказали. Апельсиновые, шоколадные, заказали напитки. Заплатили мы за все это 18.90. Кока-кола 3 евро стоит. Один тортик стоит 4 евро 20 центов. Вот это вот самая знаменитая вода, которая производится здесь в рогашке с Латине. И эту воду продают по всему миру. И даже в России она очень популярна. Ее продают в аптеках. Пробую торт. Очень вкусный. В шоколадный, а в середине вишня. Нереально вкусно. На башне можно взять VR-очки и отправиться в виртуальное путешествие. Пролететь над рогашкой с Латиной и послушать историю самого города. Сергей, что ты сейчас видишь? Ага, ему рассказывают сейчас историю. Сначала расскажут историю, а потом он полетит. Смотровую башню открыли совсем недавно, в мае 2024 года. И на самом верху есть три террасы. Мы сейчас находимся на самой верхней. Посмотрите, над нами открывается простор, небо. То есть вот это единственная, самая последняя терраса, которая не имеет крыши. И посмотрите, какие здесь виды. Сейчас мы отправимся вон в тот санаторий и попробуем настоящую донат-воду из источника. Продолжаем экскурсию по городу Рогашка с Латиной. Перед смотровой башней местные фермеры продают свою продукцию. Лиофилизер. Это называют сухим мороженым. Представляете? Сухое мороженое. Не знаю даже, с чем сравнить. Наверное, можно сравнить с зефиром, но более такой твердый, такой хрустящий. Это очень похоже на безе. Очень вкусно. Ликер из черноплодной рябины. Я очень люблю черноплодную рябину. Мне интересно попробовать. Очень вкусно, но очень крепко. Очень удобно, что они дают все попробовать. Вот мы попробовали и решили сделать покупку. А легко просим сухий сладолет, мэрмеладо, инше майхенликер. Имейте в виду, что перед самой смотровой башней есть бесплатная парковка. В середине 19 века Рогашка с Латиной была любимейшим местом отдыха австро-венгерской элиты. А за последние десятилетия Рогашка с Латиной стала любимым местом отдыха богатых русских. Они приезжают сюда на отдых, и здесь же покупают и открывают дорогие отели. Подтверждение моих слов. Здесь повсюду есть надписи на русском языке. Посмотрите. Любляна, Загреб, Крац. Все на русском языке. То есть можно сюда подойти и спокойно купить себе билеты, экскурсионные билеты в разные города. И здесь в Рогашке с Латиной повсюду слышна русская речь. Пока мы идем по вот этой аллее, повсюду встречаем русскоговорящих людей. И люди, которые здесь работают, тоже прекрасно говорят на русском языке и продают свои услуги. Посмотрите, как хорошо здесь отдыхаются. Люди загорают, купаются в бассейне. А цены здесь в отелях очень даже не низкие. Посмотрите, какой интересный встретили мы отель. Отель 4 звезды под названием Словения. Очень интересное историческое здание. Непонятно, в каком году оно было построено, но выглядит очень интересно. Посмотрите, какой невероятный цветок. Вот такой вот огромный. Сейчас мы находимся в центре города Рогашка с Латиной. Здесь в центре есть стела, посвященная людям, героям Второй мировой войны. А мне на самом деле Рогашка с Латиной напоминает какой-нибудь пригород Санкт-Петербурга. Например, напоминает мне Пушкин. Дворцы и повсюду цветы. Друзья, помимо того, что мы на каждом шагу встречаем русскоговорящих, так мы ещё и встречаем словенцев, которые очень сильно похожи на русских. У них русские выражения лиц. Я не понимаю, то ли они из-за того, что работают и обслуживают постоянно русских клиентов, стали так похожи на русских. То ли они здесь живут вместе с русскими. Короче, словенцы здесь просто обрусели. Сейчас мы находимся перед местным торговым комплексом. Торговый комплекс находится в историческом здании. Помимо магазинов здесь также находится агентство недвижимости. История минерального источника в исторических фотографиях. В Рогашки-Слатине огромное множество санаториев, где лечат всякие разные болезни. Короче, это настоящий Кисловодск. Посмотрите, какие помпезные дворцы в Рогашки-Слатине. Похоже это на Кисловодск. Кто был в Кисловодске, напишите. И посмотрите, напротив этого дворца, вот здесь вот на холме, возвышается отель «Александр». А хозяин у этого отеля русскоговорящий бизнесмен. Из отеля «Александр» открывается прекрасный вид вот на этот вот самый главный дворец. Смотрите, какой у нас красивый обед в Рогашке-Слатине. Не можем пока сказать, вкусный он или нет, но выглядит очень аппетитно. Вот это вот салат из паршюта, вот это вот салат из креветок. Но лучше всего выглядит бургер у Саши. Друзья, ну что, давайте посмотрим, сколько мы заплатили за свой обед в ресторане в центре Рогашки-Слатине. Наш счёт составил 100 евро. Здесь было три салата, один бургер и напитки. Здесь огромная фестивальная программа. Но, к сожалению, мы сюда не попадём, потому что она начинается очень поздно, полдевятого вечера. Друзья, ну что, мы движемся в медицинский центр. Хотим испить, наконец-то, наисвежайшего, оздоровительного доната нашей минеральной воды. Донат можно сравнить с боржоми, но только донат ещё более полезный. Помимо доната здесь есть медицинский центр. И здесь клиника каннабиноидов. И посмотрите, что они лечат с помощью каннабиса. Проблемы с бессонницей, депрессией, выгоранием, проблемы с иммунной системой. Добро пожаловать как раз нам сюда. Стакан с водой стоит 5 евро. Но если вы разобьёте стакан, то заплатите 10 евро штрафа. Два кузарца просим. Посмотрите, у каждого стакана свой индивидуальный номер. Ну что, пойдёмте снимать мою честную реакцию. Посмотрите, здесь даже написано по-русски. Сообщаем вам, что временно невозможно будет пить нашу минеральную воду из источника. Короче, этот не работает. Пойдём искать, который. Посмотрите, здесь есть разные виды минеральной воды. Вот здесь, например, донат. Я его пила только из бутылки. И сейчас впервые попробую из источника. Редкостная мерзость. Ужас. Надо пивать. Ну что, холодный донат мы уже испили. Он был очень противным. А сейчас попробуем тёплый донат. Видите, здесь красные колпачки. Не буду много наливать, потому что всё равно не выпью. Господи, какой он противный. Слушайте, ну, видимо, он очень полезный. Я не могу это выпить. Друзья, несмотря на то, что вкус невероятно противный, но в донате таится огромная польза. В нём множество минералов. Магний, кальций. Посмотрите, насколько эта вода полезная. В ней содержатся магний, натрий, кальций, гидроген, карбонат, сульфат и хлорид. И посмотрите, какие болезни эта вода лечит. Заболевания желчного пузыря, заболевания печени, заболевания желудка, повышенные кислотности, ожирение, диабете, высоком уровне холестерина и так далее. Короче, пейте воду донат и будете здоровы. Донат помогает от ожирения. Дешевле пить донат, чем колоть аземпик. Друзья, надеюсь, вам понравилась прогулка с нами по рогашке с латине. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. За ваше здоровье! До новых встреч! До новых встреч!